На территории Абакана четыре так называемых подземных нефтяных линзы, утверждает эколог Алексей Вернигоров. Одна из них по улице Попова. Здесь уже 90 лет действует нефтебаза. Огромные цистерны с топливом соседствуют с жилыми домами. Полонка в спире возле нефтебазы. Мы оттуда воду хлягой возим, просто пить и улыбку. А почему оттуда? А потому что дома, ну как бы, нехорошая вода просто. Даже по вкусу она не такая. Шесть метров глубины забитая. В пленках делается, все равно постоит, как типа мазутное такое, что-то есть. Эколог утверждает, нефтепродукты из базы уходят в землю и там скапливаются. При технологической работе данной нефтебазы происходит пролив. Часть, конечно, испаряется нефтепродуктов, часть уходит в землю. Так как удельный вес нефтепродукта легче воды, он доходит до первого горизонта грунтовых вод и растекается пленкой. На этой территории запланирована многоэтажная жилая застройка, но перед этим, по мнению экологов, нужна глубокая рекультивация и очистка грунтовых вод. Эксперты считают, на проблему нужно обратить внимание Минприроды и контролирующим органам. Журналисты РТС передали вопрос прокуратуру Хакасии. Прокуратура Абакана проверила территорию базы. Опасных утечек нефтепродуктов из емкости хранения не обнаружено. В ходе проверки прокуратура города совместно с Центром гигиены и эпидемиологии ВРХ произведен отбор проб воды из скважины, находящейся в жилом доме, а также уличные колонки, расположенные вблизи Абаканской нефтебазы. По результатам лабораторных исследований, концентрация нефтепродуктов в проблухах подземной воды не превышает установленных гигиенических нормативов. В то же время в прошлом году нарушение выявило Минприроды Хакасии. Это не выполнение мероприятий по предотвращению поступления загрязняющих веществ в подземные воды, а также по ликвидации последствий загрязнения. Предприятие должно исправиться до 1 июля текущего года. За этим проследит прокуратура. Также за нарушение природоохранного законодательства общество оштрафовано на 230 тысяч рублей. Кроме того, надзорники вместе с эпидемиологами установили содержание нефтепродуктов на прилегающей к предприятию территории. Материалы проверки направлены в Енисейское управление Росприроднадзора для принятия мер.